книга открытым оком том 17 тема политика вопрос 3152 вы говорили что ваш правящий архиерей не согласен на соединение с патриархией если мп не выйдет из экуменизма и не отречется от декларации митрополита сергия почему же ныне он не держит своего слова отвечает игнатий тихонович лапкин политика грязное дело и верхах религиозных там политиканы темные как монашеская ряска сегодня лавина идет оболванивание прихожан слезоблюдочной поспешностью на соединение с ублюдочными по духовному перерождению качки открыты предлагаю вашему вниманию разъяснения по поводу послания и некоторых других документов принятых архиерейским собором рпцз в октябре 2000 года возникшую необходимость такого разъяснения не считаю следствием неясности или двусмысленности документов собора а результатом того что стараниями лукавого врага в нашу среду посеян дух подозрительности и недоверия не только к отдельным архиереем но и к первую иерарху и ко всему архиерейскому собору между тем послание адресовано именно верным чадом а не ищем к чему бы придраться критикам таких критиков ничем не удовлетворишь всегда и все будет для них плохо сомнительно соблазнительно добра намеренность никогда себе не позволит полагать о другом человеке худшее а если позволит себе что-то домыслить или предположить то непременно только хорошее зарею настоящего духовного пробуждения мы можем считать во-первых доступность евангелия и во-вторых в том что многие верующие даже вопреки стараниям иерархии м.п. начинают разбираться в канонических и исторических истинных церковной жизни не сбрасывайте со счетов и определенный успех наших приходов зарубежной церкви в россии в декабре 1989 года в сибири было пять священнослужителей обратившихся в рпцс без своих приходов и храмов а сейчас епархия насчитывающая 40 приходов имеющих возможность свободно исповедовать свою приверженность зарубежной церкви разве неизвестно или непонятно что верующий народ в м.п. подчинен не зарубежному собору а патриархийному и потому наше прославление 1983 году нравится это нам или нет не было достаточным для верующих и иерархическая власть над которыми узурпирована сергианами в кавычках и тем не менее сказав хорошее о хорошем мы в то время не можем сказать и не говорим что м.п. отказалась от сергианства в кавычках мы не снимаем вопроса о сергианстве в нашем отношении с м.п. такого нет послания и была церковь пробыщена кроме всего прочего из созданной большевик большевикам и сергианской иерархии большевистская пропаганда навязав свою марионеточку марионеточную иерархию в кавычках церкви в россии всегда стал доказать миру что именно она это иерархия в кавычках и есть все существо вся полнота само лицо всех верующих в россии для одних плен был сладок и для других горек и очень горек некоторые из них смогли найти катакомбные приходы а большинство этой возможности не имели одни дожили до открытия в россии приходов зарубежной церкви другие так и закончились посещая храмы в которых у них стыла кровь и волосы шевелились от слов и дел красной иерархии в кавычках и ныне невозможно узнать сколько еще не согласных с иерархией м.п. людей не смогут найти выхода из нее именно потому что вместо подлинного лица рпцз им представляются перевертыши прикрывающиеся лишь славным именем зарубежной церкви отцами звездоними м.п. больная часть русской православной церкви и иерархия в кавычках которой как раковый опухоль заражает церковный организм бессовестно вернув в кавычках домысел начинает его критиковать как будто это было высказано авторами послания меня иногда спрашивают предвидела ли я то критическое отношение к посланию которое довело некоторых клириков до отхода от рпцз скажу честно не предвидел и не ожидал кавычки открыты уходящие не умоляют а своим уходом очищает нашу церковь кавычки закрыты сказал митрополит виталий тем людям которые без злого умысла заблуждается поняв наше послание кавычках неверно я считаю достаточно простого заверения что не я не другие архиереи рпцз не тем более наш первый иерарх не собираемся соединяться с м.п. в ее нераскаянном состоянии или соглашаться с ее отступлениями и неправдами совершенно несправедливым представляется не навешивание ярлыков про московских архи архиереев кавычках на владыку марка и владыку амбросия по злобной иронии или со злонамеренным расчетом наносится удар недоверия и подозрения в спину как раз тем преосвещенным которые ведут долгую трудную и изматывающую борьбу с м.п. время все расставит по своим местам и покажет кто и зачем пытается ныне вести разлад в церкви нападая на архиерейский собор право же тогда некоторые из сегодняшних наших оппонентов увидят себя в очень неприятной компании которая впрочем уже и теперь довольно ясно прорисовывается мы заставляем друг друга оправдываться оправдываться не существующих намерениях кому нужно кому полезно это изматывающая нервотрепка и растрачивание драгоценного времени а между тем налицо застой в главной нашей обязанности свидетельствовать миру о христе который сказал иоанна 13 35 цитата потому узнают все что вы мои ученики если будете иметь любовь между собою епископ евтихий 2001 год кавычки открыты ох нелегкая эта работа из болота тащить бегемота кавычки закрыты кори иванович чуковский монашество засело покрепче старобрячество и вызволить на тропу благовестия посильно разве только гулагу скобках для ясности следует прочесть окружное послание митрополита виталия кавычках смотри открытым оком книгу том 9 вопрос 2257 выделенные места послание евтихия расскажут лучше всяких агитаторов кто и что замышлял и думал или заранее о соединении смп отрывки из этого послания евтихия были уже данном вопросе 2245 том 9 в книге открытым оком оси 42 цитата клятва и обман убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространилась и кровопролитие следует за кровопролитием книга иова 20 16 цитата змеиный яд он сосет умертвит его язык ехидна притча 26 18 19 стихи и цитата как притворяющийся помешанным бросает огонь стрелы и смерть так человек который коварно вредит другу своему и потом говорит я только пошутил валаамова ослица залегла и не где-то у скалы а в алтаре совесть взахалась сгоревшая дотла против заповедей божьих как переть что не скажет та ослица не в попад потому как ангела потому как рядом ангела не видит только возит разжиревшего попа на него она безгласная в обиде бьет кадилом опаляет ей бока подгоняет слово божье под утробу совесть впавшая к насильникам попам возразить им не посмей и не попробуй если вправо отшатнуться фарисеевство чуть левее станешь хуже садукея все заквашено как артас где же опреснок жезлом бьет епископ дико свирепея за ослицу вам придется отвечать за тавро кричаще близко к трем шестеркам за звезду пятиконечную печать от ударов та слица хуже мертвой шаг вперед но меч господень у груди у скотины в раз откинутся копыта оправдание привыкли городить что не нами мол ушастая избита клан разбойничий под видом литургии души давит выжигает чудо совесть им не видится духовная погибель миллионы лжекрещенных сбросив пропасть нам без совести и шагу не шагнуть ей открыто много больше чем пророку как посмели под себя ее согнуть раболепством загрузить послушно кротких холокост упавший совести ослицы день тот трауром помечен и постом только дух святой научит на молитве и ослица не заляжет под христом 29 мая 2006 год игнатий тихонович лапкин игроку любви и стыкнуется на голове